Допустим, как ты решишь, вот если, допустим, случайно задела вазу цветами, она разбилась, какое здесь будет у тебя препятствие? Давай в другую, в чужом доме, сразу предлагаемое обстоятельство, то есть мы сразу с тобой пойдем. Ты разбила вазу в чужом доме, какие у тебя будут сразу препятствия? Да, это какое, внешнее или внутреннее препятствие? Это внутреннее, потому что это моральное, нет, это не моральное. Внутреннее, да, внутреннее, тебе будет стыдно. Неудобно. Неудобно, и как ты можешь это решить? Быстренько собрать и там предложить купить новую вазу. Так, ну, быстренько похватиться и начать собирать. Это у нас, сейчас скажу, какое препятствие будет. Это субъективное препятствие, да, у нас получается, субъективное препятствие. Так, я разбила вазу в чужом доме, мне стыдно, мне неудобно. Ну, да, я попытаюсь ее собрать и скажу, что я ее куплю новую. Хорошо, смотри, но я ее куплю новую. А если в сценарии этого нет, то есть ты не говоришь, я куплю новую, а хлопаешь дверью и уходишь, тогда какое препятствие будет? И какая эмоция может быть? Сыт. Смотри, если по сценарию ты разбиваешь вазу и уходишь, то здесь может быть препятствие, что тебя могут не выпустить, правильно? Тебя могут задержать. Значит, соответственно, что тебе надо сделать? Не знаю, быстрее выйти оттуда. Молодец, да, быстрее выйти. А чтобы быстрее выйти, что мы можем еще сделать? Убежать. Можем, но давай не зацикливаться на этом. Вот я разбиваю вазу, я понимаю, что меня сейчас могут остановить и не выпустить. Что я могу сделать? Притвориться, что это другое сделал кто-то. Нет, у нас что, ты уже заявила, что меня могут не выпустить, значит люди там стоят. Что я могу сделать? Какую манипуляцию? Две там манипуляции можно сделать. Упасть в обморок. Нет, мы уже вышли, у нас по сценарию мы вышли. Ага, по сценарию вышли. Мы разбиваем вазу, препятствие, что нас могут не выпустить. Как я могу это решить? Я все-таки ухожу за дверь, то есть по сценарию я ухожу, разбиваю вазу и ухожу за дверь. Пофлиртовать с охранником. Жен-Сулу, давай проще. Мы быстро выходим, мы уже решили, мы разбиваем вазу, быстро уходим, чтобы нас никто не остановил. И что я могу сделать в этот момент, чтобы меня не успели остановить? Ну быстро проскочить. Жен-Сулу, мы это уже выяснили, мы разбиваем вазу и быстро уходим. Вот в этом моменте, вот мы разбили вазу, что мы можем сделать, чтобы нас не успели остановить? Сказать, что вон он это разбил, но другого показать. Можно, можно, так. Треки вариант нашла, еще два. Сказать громко. Ой, как неловко получилось. Можно, можно. И тем самым ты как бы сделаешь шоковую терапию для них, и они состынут на какое-то иное время. Молодец, это у нас комедия. Пойдет еще что-то. Четвертый вариант нашла. Я не знаю, что у вас в голове. Четвертый, но я уже подсказала. Ты разбиваешь вазу. Ага. Что можно сделать, чтобы за мной не пошли? Взять осколок. Взять это долго. Ну, может, в пятый вариант нашла. Кстати, в пятый вариант нашла. Что еще? Что еще? Ну, по правильному направлению работаешь. Пнуть. Пнуть в их направлении. Вот это то, что есть. Пнула и быстренько побежала. Так. И еще очень классно. Здесь можно голосом их напугать. Можно голосом их напугать. Вот как в этот Хелен Хантер, по-моему. Хелен Хантер, по-моему, в этом лучше не бывает. Вот где она психопат. Да. Можно нам тут что-нибудь или лицом изобразить, или сказать там... Извините! Можно? Ну, вот это тот вариант, который ты сказала. Но здесь можно было там, допустим, если это гневная сцена, да, я могу плюнуть им в лицо, да. Или могу что-нибудь гневно прокричать. Там, допустим, я вас убью всех. Ага. И уйду. В этом, да. Громко крикнуть, чтобы немножко тоже их... Да, да, да. Вот тебе, пожалуйста. То есть это... Я преодолела таким образом препятствия. Я не просто там сломала вазу и понимаю, что меня сейчас просто убьют. Может, ваза там какого-нибудь... Цинькин Юня там 14-го. Соответственно, да, или я хватаю и начинаю вот так вот делать и быстро убегаю. Но что-то надо находить. Понятно, да, меня? То есть мы можем... Видишь, препятствие-то у нас родилось, и мы каждому препятству можем интересное решение найти, да. Дальше. А давай вот то и то же самое. Случайно задели у вас цветами, и она разбилась. Это мы сделали у себя дома. Ну, торопились, бежали на свидание. Что здесь, какое препятствие? Препятствия, вот эти осколки, что кто-то может пораниться. Я сама могу пораниться. Может быть. А может... А вот смотри, а здесь мы идем от характера. А может, я прямо чистюля. Да, чистюля, чистюля. И вот здесь, смотри, очень интересный момент рождается, что я разбиваю вазу, у меня все в квартире чисто, и тут у меня свидание, и тут у меня ваза, и я что начинаю делать? А что мне вообще делать? И может быть, я даже там попытаюсь собрать, и вдруг так преодолевая себя, я все-таки разворачиваюсь и иду на свидание, потому что свидание победило. Может так быть? Ну, если у меня, допустим, болезнь... Прямо, как их называют, УКР. То есть она могла бы даже в наряде уже готовая сидеть там этим пылесосом, все, осколки собирать. Да, но тогда бы она опоздала на свидание, представляешь? Можно было. Но это было бы интересно зрителю. Ну, иногда да. Я думаю, что нет, и все-таки здесь бы все-таки разворот пошел в сторону того, что она это бросила. Это, знаешь, мне сразу вспомнился кадр с фильмом. Парню очень нравилась девушка, но она была вот такая, все везде у нее раскидано было. И вот она приходит, значит, откуда-нибудь, она тут же снимает куртку, кидает ее на пол и идет смотреть кино, допустим, да, или куда-то там в зал. В итоге, в конце концов, он так ее любил, в итоге он заходит, значит, снимает эту куртку, хотел повесить и такой, а, кидает и идет вместе с ней. Вот тебе, пожалуйста. То есть тут тоже был бы этот момент, в первом эпизоде, допустим, бы показали, что она это все собирает, а в следующем эпизоде она бы это оставила. То есть это бы провели как красной линией. То есть персонаж у нас поменялся, да. И здесь, если, а если я не чистюля, опять же, да? Угу. Что у меня, как я могу сделать? Ну, оставить, там плюнуть и пойти по своим делам. Плюнуть как так? Нет, ну просто может быть, может быть, большие осколки собрать, а остальное так... Так, туфелькой подвинуть, да, и пойти. Ну или бы так это, под стол куда-нибудь, там, под шкаф. О, вот это было бы классное решение. Молодец. Вот это было классное бы решение. Так, замела туда под это, да, такая, ха, все прекрасно. И пошла. Вот, видишь? Вот видишь, какой вот интересный, вот этот вот интересный очень момент с препятствиями. Вообще классный. Поэтому я бы, так, я бы, наверное, тебя попросила. Ну ладно, у тебя и так там много. Значит, давай так, домашнее задание я тебе оставлю одно. Это прочитать эту главу. Поняла, да, меня? Ты мне прямо говоришь, Лара, я ее прочитала честно, честно, правда-правда. Вот, бумажку я тебе уже тогда давать не буду. И заодно там фильмы можешь еще раз пересмотреть, да, но которые мы с тобой сегодня не смотрели. Можешь напомнить себе, пересмотреть и понимать, что препятствия бывают внешние, но, как правило, они прописаны у нас в сценарии. Бывают внутренние препятствия. Это когда мы, как в жизни, у нас идет внутренний монолог, мы все же что-то переживаем, там у нас все время кто-то в нашей голове живет. Вот, и у нас рождаются эмоции, да, и вот как мы их тоже можем преодолеть. Вот это тут все у меня написано, поэтому это все сделай, это все прочитай. Что-то мне по книге не отвечают странно. Твои сегодня же услуги попили. Сейчас вопрос, а внутренние препятствия, они сценарием не прописаны, то есть это актер должен сам? Да, да. Ну, допустим, вот Эллен Хант, вот это вот психопат, это она сделала, сама придумала, то есть она подчеркнула вот это вот, или ты извинишься, то есть она ему подчеркнула, что я настроена серьезно. То есть я не просто так говорю, да, от балды, а то, что я серьезно настроена. Как мне это подчеркнуть? Вот. Вот это поцелуй в лоб. Сто процентов придумал актер. Он подчеркнул вот это то, что как бы не обижайся, пожалуйста, на меня. Я к тебе очень хорошо отношусь. Он это подчеркнул, потому он преодолел это препятствие. Не обижайся на меня, пожалуйста. Как я могу это подчеркнуть? То есть тут циническая задача, характер, и я, соответственно, придумываю, какую манипуляцию я могу воспользоваться. А у меня всегда есть манипуляция какая-то. В гневе, еще раз Жен-Сулу подчеркну, в гневе, когда я там разлина, психована, я не буду красить губы в этот момент. Красить губы я буду, если я буду с тобой флиртовать сегодня. Я это использовала, потому что она собиралась куда-то гулять. И она собиралась и в моменте... Если бы она вначале это сделала, это был бы другой вопрос. Она еще не видела, что он уснул. А тут у меня гнев, какой мне нахрен красить губы. Или я тогда подчеркну, что я сейчас уйду, да, сказала, и вот такая, ну, спи. И ушла из кадра. Вот это был бы тогда другой момент. То есть я подчеркнула зрителю, что я собираюсь куда-то идти. А даже вот здесь, вот я волосы крашу, я в принципе, то есть расчесываю. Я уже понимаю, допустим, что я уже куда-то там пойду. Допустим. А если я не понимаю, что пойду я или не пойду, это другой вопрос, да? Вот. В общем, здесь такая интересная история. Победы, эти варианты придумал, ну, несколько вариантов с вазой. Определилась сценически так, препятствия в видеороликах. Угу. Ну, ну да, молодец. 45 минут преодолела свое препятствие. Да, Жунцело, вот это самая классная победа. Свою воспитанность Жунцело преодолела через 45 минут. Поздравляю, Жунцело. Тем более, зная меня, ты же прекрасна понимаешь, что я пойду человеку навстречу. А с моим интернетом не было, да, никаких глюков? Вот сейчас нормально все, вот последнее, а до этого как-то прерывисто. Ну да, мне тоже этот интернет не очень понравился, конечно, то ладно, что имеем, то имеем. Ладно, тогда, Жунцу, мы с тобой встречаемся в среду. Первое, ты, мы созваниваемся, и ты говоришь, Лара, я прочитала главу препятствия. Это завтра уже? за минуту. А? Это завтра уже. Ой, давай тогда в пятницу, чтобы тебе проще было. Завтра тогда давай мы с тобой вечером? Ага. А в пятницу ты мне высылаешь за 15 минут своей работы, и я включаю интернет, то есть наш разговор, и ты мне говоришь, Лара, я прочитала главу препятствия. Хорошо? Договорились. Я иду когда. Ага. Спасибо. Давай, пока-пока. Хорошего тебе дня. До завтра. До завтра. До завтра, да. До завтра. То,